Всем привет! Весна уже вовсю дает о себе знать. Погода за окном меняется ежедневно и только неизменными остаются новости студенчества. С тобой я, Анна Глазунова, смотри, что на этот раз приготовила для тебя команда Универ Ньюс. Все дороги ведут в магистратуру. Новые центры Института психологии и образования открыли свои двери. В Казанском федеральном прошел круглый стол, посвященный 23 февраля и дню вывода российских войск из Афганистана. Специально для бакалавров Института психологии открылся новейший центр. Только пройдя подготовку там, будущим учителям откроется дверь в еще одно научно-творческое пространство, в котором стать профессионалом будет проще простого. Но не все так легко. Куда ведут пути магистратуры и где вход в бакалавру строго воспрещен, выясняла Аделя Шамилова. Перед современными педагогами стоит очень серьезная задача. Им крайне необходимо научиться соответствовать требованиям и тенденциям сегодняшнего дня. Ведь мир не стоит на месте и наука педагогика не стала исключением. И теперь педагог должен научиться раскрывать и воспитывать в детях личности с активной жизненной позицией. Принимая такой вызов современности, Институт педагогики и образования Казанского федерального университета расширил свои возможности и открыл два новейших центра для подготовки будущих учителей. А именно Центр педагогической магистратуры и Центр практик дошкольного и начального образования. Стоит отметить, что в Центре практики проходит обучение студента-бакалавры. Здесь им открывается хорошая возможность получить прекрасную подготовку. Это очень непросто. Для того, чтобы подготовить таких учителей и воспитателей, нужно приложить очень много усилий. Прежде всего, нужна настоящая практика. И такую практическую подготовку способен обеспечить наш Центр. А будущие учителя, в свою очередь, не теряют времени зря и не жалеют сил на интенсивную учебу и практику, которую они получают в новом Центре педагогической подготовки. Более того, новейшее научно-творческое пространство уже вызвало у ребят целую палитру различных эмоций. У нас работают профессиональные педагоги, которые занимаются в этом Центре. Студенты очень рады находиться здесь, в стенах нашего родного института. И очень рады, что есть этот Центр. Сейчас очень много наших студентов задумывается, чтобы обязательно поступать в магистратуру и продолжать дальше обучаться в нашем институте психологии и образования. Моя мама закончила 102-ю гимназию, где и продолжила работать там. Мой папа работал в 102-й гимназии, и моя старшая сестра закончила этот институт. И я в дальнейшем собираюсь уже также поступать в магистратуру, чтобы продолжить обучение. Второй уровень высшего образования, именуемый магистратурой, не зря привлекает сегодняшних бакалавров. Ведь только окончив магистратуру, им откроется возможность работы со старшими классами. Немаловажно и то, что окончание магистратуры является обязательным условием для карьерного роста в образовательных учреждениях. Чтобы подготовить учителей более высшего ранга, в КФУ функционирует новый Центр педагогической магистратуры. Основные три фокуса нашей деятельности, которыми мы руководствуемся, это проектировочная деятельность, это исследовательская деятельность и управленческая деятельность. Деятельности сами по себе очень и очень сложные, многокомпонентные, требующие от магистранта очень высокого уровня знаний, знаний, умений и навыков. Но не только большие перспективы подогревают интерес студентов к поступлению в магистратуру. Ведь Центр подготовки учителей следующего ранга открывает двери исключительно для магистров и молодых исследователей. Только окончив бакалавриат, студент сможет попасть во второе любопытное научно-творческое пространство. Ну и, конечно же, пройдя интенсивное обучение в двух новейших центрах Института психологии и образования, студенты не только вырастут в стенах вуза, как перспективные профессионалы, но и достойно представят Казанский федеральный в образовательных учреждениях нашей республики и страны. Аделя Шамилова, Леонард Волесьяров, Универньюз. Что ни минута, то свежие новости, о чем рассказывает Всемирная сеть сегодня, узнаешь в нашей традиционной рубрике Веб-Ньюз. В Госдуме подписали соглашение с представителями ректоратов трех крупнейших вузов Казани. В их число вошел и Казанский федеральный университет. Предметом соглашения является партнерство и сотрудничество в сфере подготовки кадров по направлениям юриспруденция, социальная работа и другим. КФУ получит государственную поддержку в размере более 849 миллионов рублей. Руководитель САЕ «Эко-нефть» Михаил Варфоломеев принял участие в заседании рабочей группы «Термодинамика и транспортные свойства» Европейской Федерации по химической технологии. В эпоху глобализации исследование вопросов взаимосвязи языка, общества, культуры и лингвокультурологии становится одним из приоритетных направлений в языкознании. В связи с этим Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского университета провел международную научно-практическую конференцию. Подробности смотри далее. Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ 21-22 февраля этого года провел международную научно-практическую конференцию аспирантов, студентов и учащихся «Тюркская лингвокультурология. Проблемы и перспективы». 21 февраля, день международных ратных языков, у нас был юбилейный вечер народного поэта Татарстана Розилия Исмагилевича Валиева. Сегодня мы проводим очередную традиционную международную конференцию, конференцию учащихся студентов-аспирантов «Тюркская лингвокультурология». Это очень интересная тематика. Студенты, школьники с удовольствием каждый год участвуют в данной конференции. Конференция подразумевает собой выявление проблемных полей, взаимодействие в рамках которых позволяет наиболее полно раскрыть возможности междисциплинарного сотрудничества в филологии и культурологии, поиск путей налаживания плодотворного диалога между филологией и культурологией, также приобщение учащихся студентов и аспирантов к общим научным проблемам. Конференция вызвала большой резонанс среди молодых ученых тюркоязычных народов. В связи с этим с 2016 года она вышла на международный уровень. Каждый год конференция меняет свой статус. Несколько лет назад конференция проводилась в статусе всероссийской. Уже два года конференция проводится в статусе международной конференции. Поэтому уже участвуют международные участники. На этой конференции есть участники из Казахстана, из Китая, из Турции. И я думаю, в следующие годы конференция свою географию еще расширит. И в этой конференции будет участвовать больше участников из зарубежных стран. В рамках этой международной конференции были почетно награждены победители Олимпиады по татарскому языку. Кроме этого, студенты представили свои творческие номера и читали стихи. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универньюс. В Химическом институте имени Бутлерова Казанского Федерального состоялся круглый столб, посвященный 23 февраля и дню вывода российских войск из Афганистана. Как это было, ты увидишь в нашем следующем сюжете. Во вторник, 21 февраля, в Химическом институте имени Бутлерова Казанского Федерального университета состоялся круглый столб, празднование 23 февраля и дня вывода российских войск из Афганистана. Наше мероприятие посвящено Дню Защитника Отечества и 15 февраля, как известно, у нас День памяти воинов-интернационалистов. Сегодня мы собрали в зале ветеранов Афганистана для того, чтобы познакомиться с студентами и провести общение в виде круглого столба. В этот день в зале присутствовали не только студенты и преподаватели университета, но и ветераны Афгана, которые рассказали учащимся свои истории жизни и моменты переживания в эти тягостные годы. День вывода войск из Афганистана – это и праздник афганцев-ветеранов, и День памяти и скорби обо всех погибших в войнах-интернационалистах. Советские власти не очень охотно вспоминали о той войне, вероятно, поэтому праздник и не получил статус официального. Подобные встречи, проводимые в Казанском Федеральном, несомненно, формируют у молодого поколения не только истинную картину происходящего, но и пропагандируют патриотизм. Я считаю, что достаточно много студентов, которые неравнодушны к истории России, к истории своей страны. И здесь мы даем им возможность встретиться с теми людьми, которые непосредственно принимали участие в военных событиях. Главная цель – создание нашей организации, создание таких площадок, в которых можно как раз пообщаться с знаменитыми и уважаемыми людьми, и чтобы они ответили на вопросы молодого поколения. Как рассказывают сами ветераны Афганы, студенты с радостью приходят на подобные мероприятия и с интересом служат истории, да вспоминают тех, кто пал в эти тягостные годы. День защитника Отечества ежегодно отмечается в России 23 февраля, как всенародный праздник. Он берет свое начало в период существования Советского Союза, к тогдау праздник назывался День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. На сегодня у меня все. Хороших вам выходных. Проведите их весело и интересно, а главное – с пользой. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!